Не хотелось бы никого пугать, но приходится это делать. Все дело в том, что мы работаем и с УВД, и с частными охранными предприятиями. И говорим, что участились случаи не только мошенничества, но и воровства. И при этом прут все, включая от булочек до консервов. Потому что, ну, так вот устроен мир. В этом случае, что нам необходимо? Нам необходимо знать, кто это сделал, чтобы потом наказать виновного. Как это сделать? Ну, необходимо, конечно же, поставить систему видеонаблюдения. Сейчас это недорого, сейчас это актуально. Сейчас и различные охранные системы можно инсталлировать в любое помещение. И сегодня мы подойдем к вопросу безопасности вашего жилища вместе с охранным предприятием «Витязем» и магазином, где есть все для того, чтобы ваш дом стал вашей крепостью. Этот магазин под названием «Призма». Он находится аккуратно против арены «Металлург». Любое преступление рано или поздно раскрывается. В современном мире у нас есть все возможности, чтобы оно не было осуществлено. Кстати, что в России считать преступлением, по сути, непонятно. Нежелание работодателя платить достойную зарплату или желание работника компенсировать отсутствие он и некоторым количеством материальных средств, спертых с производства. В любом случае, дабы не доводить дело до вмешательства контролирующих соблюдение закона органов, в первом случае зарплату лучше все-таки платить, во втором небольшие такие устройства видеонаблюдения ограничат желание лезть куда не просят. Охранная система сейчас это громоздкая или компактная? И качественная ли? Сейчас это компактная. Сейчас можно добиться даже маленькими размерами очень высокого качества разрешения. Это зависит от технического задания самого клиента. То есть можно поставить видеокамеру с высоким разрешением, с широким углом, можно поставить с приближением углов, можно поставить даже за 100 метров, можно разглядеть номер автомобиля, удаленно поставить. Можно просмотреть через интернет, находясь где-то за границей, в другом городе, просмотреть то, что творится в твоем магазине, в офисе, на территории базы. Очень система видеонаблюдения, очень гибкая система. Поэтому здесь уже нужен индивидуальный подход под конкретные запросы заказчика. Ну, поскольку мы снимаем на профессиональную камеру, а вы работаете с профессиональным оборудованием, давайте тоже уточним, что те сказки, которые нам показывают в фильме о Джеймсе Борне, то есть увеличение, потом зуммирование, потом откуда-то номер возьмется, без оптических приборов невозможно сделать. Абсолютно верно. Без оптических приборов это невозможно, потому что цифровое увеличение, оно возможно, но оно очень сильно размывает. Здесь надо уже ставить объективы и непосредственно настраивать уже и фокусировку, и качество уже непосредственно на определенную точку. А не так, что в 10 метрах видно хорошо, а через 100 метров, соответственно, уже мы увеличением оптикой сразу это не добьемся цифровым. То есть это надо добиваться оптикой уже непосредственно на определенную точку. А можно ли сделать такую умную систему, чтобы она отслеживала, в том числе, перемещение объекта нарушителей? Да, конечно, можно. Сейчас система этим располагает. У них идет детектор движения, в том числе и поворотные механизмы, которые при начальном движении в одной точке, в определенной заданной заказчикам, будут двигаться и отслеживать объект по своему углу. Вообще любое такое красивое преступление из кинофирмы про друзей Оушена, точнее подготовка к нему требует немалых финансовых вложений. И ума немалого. В действительности все обстоит проще. Двух-трехминутное нападение, и если оно зафиксировано грамотно расположенными видеокамерами, то фиксируется и лицо, и транспортное средство преступника. В нашем магазине самый большой выбор и видеодомофонов, и видеопанелей, спутникового телевидения, видеокамер. Ассортимент постоянно расширяется, поэтому мы рады любому сотрудничеству, как монтажных организаций, как уже работающих монтажных организаций, новых монтажных организаций, все, кто только начинает свое дело. Мы готовы предоставлять скидки. Ну, мы ни в коем случае не собираемся давать конкуренцию нашему любимому кабельному телевидению Маганфо, хотя для нашего кабельного телевидения Маганфо, я вижу, у вас есть замечательные разветвители, это мы будем отдельно с руководством сети Маганфо, а мы про спутниковые системы. Спутниковые системы, конечно же, рулят там, где нет кабельной сети Маганфо. Что у вас за спутниковая система? Мне бы хотелось рассказать про спутниковую систему навигации автотранспорта, которая отслеживает ваш личный автомобиль, автомобили, которые находятся на вашем предприятии. То есть вы в любой момент можете узнать, где находится ваше маршрутное такси, обычное такси, машину, которую вы даете в автопрокат, отследить. Также для частных клиентов мы устанавливаем с охранными функциями систему, и у нее имеется тревожная кнопка. То есть в случае какой-то нестандартной ситуации клиент может нажать тревожную кнопку, и группа быстрого реагирования нашего предприятия в короткие сроки подъедет и окажет необходимую помощь. За последнее время мы научились многому. Некоторое время назад мы могли зарабатывать или брать кредиты. То есть у каждого россиянина в большей или меньшей степени есть что терять. Подъездные двери с замками во многом способны остудить желание сырвиголов, позариться на ваше имущество. Домофон еще лучше. Вы, по крайней мере, слышите того, кто к вам идет. Видеофон самое лучшее. А видеофон с фиксацией гостей, пожалуй, лучшее из лучших. Так, как показала практика, деньги лучше хранить в банках. Ну, не в тех банках, а в трехлитровых, обыкновенных. И деньги лучше хранить, в общем, свободно конвертируемой валюте. А хранить, опять же, в банках, в сейфе дома. Так. Итак, мы упаковали свое жилище сейфом, железной дверью. Ну, как узнать, кто к нам пришел? Добрый человек, либо злой человек? Для этого есть? Для этого есть множество систем. В данном случае у нас предоставлены видеодомофоны. Как цветного изображения, так черно-белого. С блоками памяти, регистрация посещений клиентов. А можно ли сделать так, чтобы клиент не понял, откуда за ним наблюдают? Да, конечно. Для этого существуют миниатюрные вызовные панели, видеопанели. То есть можно сказать о том, что те наркоманы, которые ходят с жвачкой, залепливают в глазок и с бейсбольной кепкой, их можно идентифицировать? Да, конечно. Просто для этого применяется система скрытого видеонаблюдения. Непосвященный человек не увидит, откуда ведется видеозапись за ним. Существует дополнительный блок памяти, который подключается к видеодомофону. Он записывает определенное количество кадров, соответственно, продолжительность времени. А можно ли поставить делители на несколько камер? Да, конечно. Любая техника, призванная защищать, должна иметь многократный запас прочности и надежности. В наших достаточно экстремальных условиях колебания температур, влажности – это тем более очевидно. Тот, кто профессионально занимается установкой охранного оборудования, должен знать, где таковое приобрести. И теперь сомнений нет. Здесь, в магазине «Призма». Кстати, здесь, сегодня и сейчас можно сделать даже из квартиры практически неприступную крепость. Крепость умную, следящую за тем, что происходит снаружи и внутри. И немаловажный эффект дает еще и рольставни. Мы увидели, они установлены во всем мире практически, в туристических зонах, в Турции. Они выполняют не только функцию защиты вашего дома от несанкционированного доступа путем разбития стекла, но и прекрасно выполняют функцию шумоизоляции. А можно ли эти рольставни сделать в цвет вашего индивидуального коттеджа? Да, конечно. Мы также не отстаем от всего мира и предлагаем заказчику огромную палитру цветов, размеров, фактуры. Сроки предельно ограничены и будут зависеть от желания заказчика. Охранный бизнес во всем мире и особенно в моменты экономически не самый благоприятный, не может быть невостребованным. Установка охранных систем – это и неплохой способ заработать деньги, и вообще интересная работа. Купив новую или не совсем новую машину, мы первым делом что делаем? Едем устанавливать сигнализацию, но квартира стоит в разы дороже авто. Что цена сигнализации или охранной системы вашего недвиживого моего имущества дороже? И открыться в это время, в времени спокойное и работать спокойно можно только чем? Привлекая людей. Ну, в первую очередь, это цены. У нас очень лояльные цены относительно остальных городских цен. Плюс у нас гарантия. На год мы даем гарантию на все оборудование, которое мы продаем. Мы гарантируем, что оно будет стоять, что оно будет работать, что оно будет радовать клиента. Также у нас индивидуальный подход к клиенту идет, то есть с клиентами мы работаем. Если обращаетесь к нам, вы получаете только качественное оборудование. Да, есть оборудование китайского производства, не спорю. Китай у нас делает дешевые товары за счет дешевой рабочей силы, поэтому с Китаем сотрудничают практически все мировые производители. У многих там стоят свои сборочные производства, где нормальное оборудование собирается, штампуется, и оно работает, в принципе, ничем не хуже. Все оборудование, которое продается в нашем магазине, оно все проверенное. То есть мы сами с ним работаем, мы сами его устанавливаем. Мы, в общем-то, довольны. И его советуем нашим клиентам. А теперь о сроках окупаемости. Кое-кто может сэкономить. Поставить, допустим, простой шлагбаум, самые дешевые кишки, и поставить туда дедушку. Мы можем поставить видеокамеру, систему фиксации и проходную систему. А зарплата у дедушки, даже пускай это будет самый такой, ну, хотя дедушку не проставишь, просто охранять те же автомобили. И в итоге те же 30, за год 40, может быть 50 тысяч рублей. Мы можем уложиться в эту ценовую категорию, установив грамотное, мудрое и эффективное оборудование? Да, конечно, можно уложиться и в эту сумму. Оборудование разных производителей, разные деньги. И, соответственно, оно рассчитано на разные режимы работы, если что касается шлагбаумов и так далее. Здесь нужно понимать, что нужно для фирмы. То есть те, кто ставят дешевые шлагбаумы с дешевыми кишками и так далее, плохими, 10 раз их поднимут и потом будут ремонтировать. Все-таки, я считаю, лучше переплатить, но пользоваться этим оборудованием в течение многих лет, а при правильном сервисном обслуживании оно прослужит, ну, вечно. Есть определенные законы для средств массовой информации, и мы не можем рекламировать ни оружие, ни алкогольные напитки. А заря, кстати. Все это, в общем-то, совершенно доступно, если под рукой есть интернет. Но зато никто нас не ограничивает в возможности вам показывать средства защиты и комфорта, которые представлены здесь. Конечно, как работники телевидения мы просто удивились всем тем приспособам, которые здесь есть. И как работники телевидения мы порадовались, потому что, ну, наша телевизионная камера, понятно, но есть и шпионский глаз, при этом высокого качества, есть и система видеофиксации, есть, в конце концов, спутниковое телевидение, это для тех, кто уезжает куда-нибудь, докуда не дотягиваются обычные сети вещания. Цена вопроса. Цена вопроса вполне, скажем так, приемлема. Плюс ко всему, плюс ко всему индивидуальный подход. То есть вы разработали, придумали что-то, если не смогли, вам помогли, и все. Вы реализовали даже самые, казалось бы, невозможные вещи. А вот теперь последний совет тем, кто хочет заработать деньги. И тот, кто хочет поустроить свою локальную кабельную сеть. Допустим, в поселке Миндяк, допустим, в поселке Тирлян. Пожалуйста, поставили спутниковые системы, которые купили здесь, развели кабелечек и шелушите деньги. Вот вам еще один способ заработать во время так называемого кризиса.